Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю для тех, кто еще не в курсе, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы размещаем аналитический контент для того, чтобы у вас было больше информации, необходимой для принятия торговых решений. Ну что, к экономическому календарю. Сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в США. Причем по прогнозам нас ожидают довольно неплохие цифры. Скорее всего, реальные цифры и показатели будут в диапазоне от 1 до 1,2 процента роста. Буквально месяц назад был зафиксирован спад на 2,1 процента. Соответственно, на контрасте того, что было и то, что оптимистично рассуждаем может быть, я думаю, что этот отчет вполне может стать еще одним аргументом для того, чтобы все-таки не спицывать со счетов американскую экономику, говорить по-прежнему о стабильном экономическом росте восстановления и, соответственно, уместности того, чтобы американский регулятор повышал процентные ставки и ужесточал монетарную политику в соответствии с той дорожной картой, которая ранее была озвучена. Также до конца этой недели будет еще серия отчетов из США от данных по рынку труда, как первичные заявки на пособие по безработице, так и до индикаторов, скажем так, потребительской активности через отчеты по личным доходам и личным расходам. Эта неделя в целом как раз блок американской статистики. И, учитывая, что на следующей неделе уже состоится заседание американского регулятора, собственно, 4 мая американский регулятор повысит процентную ставку минимум на 50 базисных пунктов, сейчас, друзья, каждый такой отчет для нас может стать дополнительной лакмусовой бумажкой, оценить настроение трейдеров и, в принципе, то, как активно участники рынка закладываются под скорое повышение процентной ставки. Индекс американской валюты, за которым мы следим, радует нас уже не одну неделю. 101,57 в моменте это максимумы почти за два года. Я уверен, что дальше будет значение гораздо выше, потому что буквально через неделю мы будем работать, как спекулянты, трейдеры, инвесторы в условиях совершенно другой монетарной политики американского регулятора. И вот этот шаг повышения ставки на 50 базисных пунктов, он сейчас необходим покупателям, потому что нужно уже перестроиться на то, что высокие процентные ставки – это тот тренд, который начался, и их повышение будет продолжено на последующих заседаниях. И нужно, конечно же, дождаться конкретики по поводу так называемой программы количественного ужесточения. Я тоже делаю большой акцент на то, что это произойдет, друзья. То есть мы получим эти подробности, эту конкретику уже на следующей неделе. Доходность американских десятилетних облигаций – 2,85. Это можно сказать, что так же, как и в отношении индекса доллара, это максимумы за два года. Может быть, даже повыше, побольше точнее. Ну, точно с начала 2019 года. Соответственно, рост доходности трежерис толкает вверх индекса доллара, укрепляет позиции тех, кто верит в американскую валюту. А комментарии, которые мы периодически слышим от представителей американского регулятора, прежде всего Джерома Пауэлла, усиливают настрой даже скептиков, заставляя их переориентироваться из продаж все-таки на покупки. В ходе прошлого брифинга я детально остановился на выступлении Пауэлла на одном из мероприятий Международного валютного фонда, которое состоялось на прошлой неделе. Кому все-таки интересно послушать, что было сказано о Пауэллом конкретно, можете пересмотреть прошлый брифинг. Но главный тезис заключается в том, что Паул просигнализировал о более высоких темпах ужесточения монетарной политики и о том, что на заседании в мае ставка будет повышена на 50 базисных фондах. Поддержку доллару также оказывает та статистика, которая была опубликована ранее. В частности, более-менее значимый отчет последний вышел на прошлой неделе в пятницу. Это индекс PMI производственного сектора, где был зафиксирован рост с 58,8 до 59,7. В комментариях, друзья, я видел вопрос относительно того, где же находится вот этот нейтральный уровень процентной ставки, к которому стремится американский регулятор. Это действительно очень хороший вопрос. И однозначного ответа на него нет. Потому что, если мы обратимся к экономической теории, то нейтральные процентные ставки, они предполагают такую ставку, которая превосходит уровень инфляции на 1,5% пункта. То есть, если бы сейчас все было нормально с показателем инфляции, и ФРС мог бы рапортовать всегда о том, что мы держим инфляцию в районе цели 2%, мы бы прикинули, что нейтральная процентная ставка находится в районе 3%. Но мы знаем, что сейчас инфляция в США превышает 8%, составляет 8,5%. Конечно же, мы не можем сказать, что в этой связи нейтральная процентная ставка должна находиться в районе 9,5% или даже 10%, потому что это ненормально. Это аномалия, которая не будет реализована. А фактические цифры и американский регулятор не сможет поднять ставку в таких высоких значениях, потому что не может быть такая высокая процентная ставка для столь развитой экономики, как США. Поэтому многие сейчас по-прежнему живут в каких-то иллюзиях, считая, что нейтральная процентная ставка – это где-то около 3%. То есть, и выдают желаемое за действительное, оценивая инфляцию, как 2%, якобы которым ФРС придет со временем, когда индекс потребительских цен сам стабилизируется, экономические условия улучшатся. Я, конечно же, таких иллюзорных ожиданий не разделяю, поскольку уверен, что инфляция будет высокой в течение длительного периода времени и склонен полагать, что ставку по американскому для ФРС, ставку в США, ключевую процентную ставку, нужно точно задирать выше 3,5% пунктов. И примерно такой же позиции придерживается Джеймс Буллард, который является одним из самых авторитетных чиновников американского регулятора. Ну, друзья, посмотрим итоги, докуда поднимут процентную ставку. Я уверен, что это очень продолжительный цикл, мы будем обсуждать это постоянно, но заранее готовлю вас к тому, что купить доллар, индекс доллара еще не поздно. Золото 1902 доллара за тройскую унцию. Смотрим на индекс рыночных настроений Кайман. Как только по этому индикатору произойдет перепозиционирование, ну, хотя бы распределение сил с текущих 76% против 24%, то есть 76% трейдеров, сейчас золото покупают. И золото, конечно же, идет вниз против толпы. Когда рынок немного восстановится, устаканится, 60-40, в идеале бы 50-50 распределение, вот тогда будем искать точку для покупок. Ну, полагаю, что это не в ближайшие дни, друзья. Поэтому золото пока что оставьте в покое, вот сфокусируйтесь на других активах. Таких, как европейская валюта, которая снижается 1,0727. Сейчас котировки, в частности, все ждут новый пакет финансо-экономических санкций против России, который будет уже распространен на энергетический сектор. Возможно, этот пакет будет анонсирован в определенном формате уже на этой неделе. Морган Стенли вчера понизили прогноз экономического роста еврозоны с 3 до 2,7%. Ну, 2,7% это все равно много. Я думаю, что впоследствии прогноз еще сильнее будет снижен. Завтра выступление Лагарда. Я жду от нее снова риторики, которая позволит нам говорить о мягкости Европейского Центрального Банка и неготовности пока что ужесточать монетарную политику, идя вслед за ФРС. Поэтому цели 1,06 по паре евро-доллар остаются актуальными. S&P 4300. Смотрим параллельно еще на индекс ВИКС, который, как многие характеризуют и называют индексом страха, позволяющим оценить рыночные настрои, в том числе и фондовиков. Ранее я отмечал, что перспектива повышения процентной ставки, сохраняющаяся кризис в Восточной Европе, высокая инфляция, риски, потенциальные, потенциальные, конечно же, это ключевое слово, рецессия в США, но все-таки она имеет место быть, как угроза риска и опасения. Все это бьет по позициям американского фондового рынка. Очень сильно подвел Netflix, который еще раз дал всем понять, что акции высокотеологичных компаний, они могут быть уязвимы перед дальнейшим снижением по факту публикации квартальных отчетов, которые сейчас, как сезон, в самом разгаре, друзья. И каждый отчет более-менее значимой компанией может стать якорем для всего фондового рынка. Ждем по S&P 4100 и 4000 ровно пунктов. По другим финансовым активам. Нефть 103.29 восстановились мы, отбились от поддержки 100 долларов за баррель. Главным риском для нефти остается ситуация с ковидом в Китае, поскольку новые рекорды фиксируются в Шанхае, в Пекине, локдауны, изоляция, падение экономической активности. Уже эксперты пытаются оценить падение спроса на бензин и дизельное топливо в рамках этого месяца. И считается, что спрос снизился на 20%, примерно на 1,2 миллиона баррель. Это, конечно же, очень много, друзья. Но на другой чаше весов у нас вот эти финансово-экономические санкции. Если они будут приняты и распространяться на энергетический сектор России, то поставки нефти и нефтепродуктов из России могут снизиться больше, чем на 3 миллиона баррелей в сутки. И понятно, что здесь уже приоритет стоит отдавать вот этому риску падения объемов нефтедобычи, как следствие снижения объемов экспорта. И это оставит рынок в состоянии дефицитного предложения, о котором ранее говорил. Поэтому в отношении рынка нефти я верю в рост и возвращение котировок выше 110 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!